Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, а у микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на тушение пожаров, загораний и ликвидацию ЧС столичные спасатели совершили более 2900 выездов. В результате боевой работы ими были спасены и эвакуированы 233 человека. На пожарах пострадали 28 человек, а вот 10 спасти не удалось. Печальную статистику погибших пополнила и минувшая неделя. Далее о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. В понедельник в столичном торговом центре на проспекте Победителей средь бела дня обвалился потолок. Рухнули гипсокартонные конструкции Арена Сити на площади в 150 квадратных метров. В результате ЧП пострадала 24-летняя девушка, продавец цветочного павильона. Она как раз оказалась в том самом месте. Из-под завалов ее оперативно вытащили очевидцы. Чуть позже стало известно, что травма у девушки оказалась не тяжелая, и врачи, оказав помощь, отпустили пациентку на амбулаторное лечение домой. Посетители Арена Сити эвакуировали, а сам центр закрыли на неопределенный срок. Причины произошедшего устанавливаются. Во вторник около четырех дня пожар случился в гаражном кооперативе «Энергостроитель-1» по улице Монтажников. Горел легковой автомобиль «Ниссан». Также выгорел кирпичный гараж на площади 10 квадратных метров и имущество, хранящееся внутри. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ. А вот причиной еще одного пожара, случившегося во вторник, мог стать поджог. ЧП произошло в заготовительном пункте вторсырья на улице Буцлавская. Вечером здесь загорелись автошины и макулатура, которые хранились в контейнере для вторсырья. Спасатели оперативно справились с огнем, никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Короткое замыкание могло стать причиной автопожара в Минске в четверг. По крайней мере, такова предварительная версия происшествия. Сообщение в дежурную службу МЧС по номеру 101 поступило около двух ночи. Загорелся автомобиль «Фольксваген». Машина была припаркована на улице Кульман. Когда спасатели приехали на место, выяснилось, что пламя вспыхнуло в моторном отсеке легковушки. В итоге огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие машины. Четыре человека были спасены работниками МЧС в многоквартирном доме в четверг. Пожар произошел около часа дня в пятиэтажке на улице Харьковской. Возгорание случилось в жилой комнате квартиры на четвертом этаже. Из горящей квартиры была спасена 57-летняя хозяйка. И ее с термоингаляционной травмой госпитализировали в больницу. Кроме этого, из расположенных выше квартир с использованием масок для спасаемых были спасены еще три человека. Также из находящихся рядом квартир были эвакуированы пять человек. Причиной пожара, предположительно, стала неосторожность хозяйки при курении, которая, к слову, была в состоянии алкогольного опьянения. В этом состоянии притупляется чувство опасности, и из-за собственной неосторожности с огнем люди рискуют стать погорельцами. Причем нередки такие случаи, когда курит один член семьи, а в огне погибают все. Статистика говорит сама за себя. Более 90% погибших на пожарах находились в нетрезвом состоянии и курили в постели. Не забывайте, что риск гибели на пожаре на 80% снижает установка автономного пожарного извещателя. Громким звуковым сигналом он сообщит о появлении задымления и может предотвратить беду. С начала года 75 жителей нашей страны спаслись именно благодаря АПИ. Из этих спасенных 15 детей. Минск чрезвычайный. Суббота, к сожалению, пополнила печальную статистику погибших на пожарах в столице. Пожар в торговом киоске унес жизнь мужчины. Сообщение о том, что возле торгового киоска на улице Карла Липнихта на человека горит одежда, поступило в дежурную службу МЧС по номеру 112 ранним утром в субботу. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели обнаружили на улице обгоревший труп мужчины, личность которого сейчас устанавливается. Позже стало известно, что в сезонном торговом киоске загорелись одеяла и деревянный настил. Причина трагедии сейчас устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Помните, неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. С начала года по этой причине в республике произошел уже 991 пожар. За это время жертвами огня, вызванного сигаретой, стали 247 человек. Это сами курильщики и те, кто от них пострадал. Для привлечения внимания общественности к проблемам пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сейчас в республике проходит акция «Не прожигай свою жизнь». Продлится она до 30 ноября. В субботу рано утром сотрудник охраны торгового дома Ждановича позвонил в службу спасения и сообщил о пожаре. Горело кафе «Интернационал» на улице Тимирязева. Пожарные машины прибыли оперативно. К моменту прибытия наблюдалось открыто горение кровли и дым сильной концентрации. В результате пожара огнем повреждена кровля, кафе, а также имущество внутри помещения. Обошлось без пострадавших. Причина пожара пока не ясна. Есть две версии – поджог и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. А вот в ночь субботы на воскресенье спасателям поступило сообщение об инциденте в гаражно-строительном кооперативе «Фортуна Плюс» на улице Скорыны. Предположительно, в результате короткого замыкания загорелись канистры с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате ЧП повреждено имущество, храняющееся в гараже. Копоте досталось и самому гаражу. К счастью, никто не пострадал. А о происшествиях сегодня все. Соблюдайте правила безопасности. До следующего вторника и хорошего всем дня. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.